В рамках реализации первой программы обеспечено 18 мест накопления первых коммунальных подходов. Это 8 поселков Продолжайска и 10 поселков Степнов. Комплективно 79 контейнеров для сбора клубов. На этот год также мы включили программу и принято решение о долг обустройстве этих населенных пунктов и охвате 100% населения контейнерной площадки для сбора клубовых подходов. Для того, чтобы мы могли реализовать на этой территории мероприятие данного направления. В 2020 году выполнены кадастровые работы по подготовке межевых планов для постановки на государственную кадастровую счет земельных участков подплощадки для накопления теплого. В Министерстве экологии и национального газопользования отправлен акт обследования и заявка на включение объектов на подлинную воду в ближайшей среде на территории Назаровского района и земельных участков, расположенных вблизи поселка Сахношка и заполненный участок в поселке Степнов, который заполнен отходами и требует рекультивации. Наша цель – включить эти земельные участки в ключе приоритетных объектов, продлежащих репутации и в очередном порядке используемые субсидии из федерального бюджета. В Министерстве экологии и национального газопользования Красноярского края рассмотрена заявка о включении указанных объектов и принято положительное решение. Информация экологизирована с медием направлены в Министерство природы Российской Федерации. В 2022 году на территории Назаровского района проведено 21 мероприятие по очистке от мусора от водных объектов. Общая протяженность составила 18,5 млн. В 2022 году на территории Назаровского района проведено 23,5 млн. В 2021 году на территории Назаровского района проведено 23,5 млн. и креативное рассмотрение по обучению специальности для жителей Назаровского района. Потом дополнительно какая информация будет к нам поступать в обязательном порядке, чтобы мы должны попасть в школу и врача, которые мы приедем.